Данное видео подготовлено специально для группы Fallout & Wasteland. Ссылочка в описании. Доброго времени суток, мои дорогие зрители. С вами снова Wastelander, и мы продолжаем проходить различные квесты и модификации на игру Fallout 4. Сегодня у нас, скажем так, в гостях, далеко не новая, а уже старая квестовая модификация под названием Red Scare. Давайте посмотрим, где она находится и оценим ее. Находится она где-то между, соответственно, Red Rocket и Concorde. По крайней мере, если верить тому, что написано было на Nexus. Так, это не то. А вот, нашелся. Должен быть способ забраться внутрь. Ахм. А? Тебе что-нибудь нужно? А, ты кто? Мы не озвучены. Это глупый вопрос, который ты спрашиваешь у него знакомства. Я, Майка Лайкард. До как дом был полезен, я жил несколько веков спустя. Я хочу вернуться домой. Но я не могла попасть в бункер. Могу я помочь? Ты серьезно? Эээ... Ну да, можешь. Слушай, Смутскин, я буду с тобой честен. Это был мой дом, дом в войне, но я был лишь ребенком. Я вернулся сюда, чтобы было значить, что случилось с моим отцом. Мы были разделены до того, как бомбы упали. Но мама никогда не рассказала мне, почему так вышло. Я думаю, что я могу это выяснить сам. Ну что ж, поможешь мне? Ну да. Окей. Так, своего отца он сильно не знает. Но скорее всего, говорит, лучше начать в доме. Вот, говорит, тебе ключик, который я хранил. Будь осторожен, какие-то рейдеры внутри. Скорее всего, они там торчат на наркоте. Дай мне знать, если что-нибудь найдешь. Красную угрозу RedScare. Ну пойдем посмотрим, что там внутри. Заценим. Довольно быстрая загрузка, кстати. Иди сюда. Что, все, что ли, больше никого нет? Всего двое было. Ну вот, ребята, не смогли потусить здесь. Сразу говоря, этот квест был сделан до того, как вышел Creation Kit. В общем-то, это одна из причин, почему наш персонаж не озвучен. Это квест на исследование, на историю. И он вроде как не сильно-то длинный. Но на самом деле, как говорится, на безрыбье. И рак мясо, поэтому давайте посмотрим, что же здесь есть. Так, наркота, водка. Все отлично. Я здесь жить остаюсь. Я бы в реальной жизни не отказался. Ладно, шучу, шучу. Так, о, мыло. Веревки не хватает, ключ. Это в подвал. Пошли наверх. Большой, кстати, дом. Правда, пустой какой-то он. Обнесенный неслабо. Хотя, опять же, если сравнивать с размером с улицы, он чуть не в четыре раза больше, чем должен быть. Я всегда это находил довольно юморным. Так, это, я так понимаю, комната нашего ребенка, который подрос. Yes! О! Который, поэтому, неслабо подрос. Даже гулифицировался. Так, ладно, что здесь? Виски, виски. Хрень какая-то. Так, ну, перед тем, как всякие терминалы брать, осматривать, скажем так, и записки брать, я хочу все-таки все окончательно здесь смотреть, чтобы ничего не пропустить. Ну, что это было? А, щетка для волос. Так. Пленка Эммоса Эккерта. Так вот, это Эммос Эккерта. Сержант армии. Так, ладно. Ну, если говорить. Угу. Угу. Говорил, что он сержант армии США в отставке, говорил, что ядерная война уже скоро случится, он к ней готов практически, но говорит, что самое страшное, у нас в городе живет коммунистический шпион и очень сильно хочет ему ломить люлей, потому что, типа, он очень любит свое отечество. Ну и на этом, в общем-то, приемка и заканчивается. Ладно, что в терминале. Ключ от подвала. Решил хранить запасной ключ от подвалов в магазине. Он спрятан внутри пустотелого глобуса. Если ты об этом не знаешь, ты этого никогда не найдешь. Лучше держать свои ценные вещи, скажем так, не в одной корзине, лучше яйца держать. И тогда им будет труднее найти их. Ну им это, я так понимаю, шпионам, да. Записка Джулия. Десятая, э, 01-10-77-я, Джулия. Я был так рад увидеть, нет, иметь тебя и Джо в нашем доме. Ну, блин, как-то это грубо звучит. Видеть тебя пребывающим, скажем так, в нашем доме. Чувствуй себя свободной, приходить в любое время. А, подождите-ка. Это письмо, видимо, женщина. В гостях, значит, иметь. Ладно. Я извиняюсь, что Амоса не было. Соответственно, он был сильно взбеспокоен новостями, которые я видел, ну, про то, что война скоро будет. Я немножко подумал на тем, что ты говорила насчет Майкла и более большого дома. Нам потребуется больше места, когда Майкл подрастет. Но, если быть честным, то с деньгами у нас проблемы. Магазин, как это называется-то, боже мой, не сантехники, а как правильно называть, Hardware Store. Магазин инструментов, скажем так, ладно, пусть называем так. Магазин инструментов приносит нам столько денег, соответственно, приносит нам какие-то деньги, но Амос тратит все на свои проекты. Поговорим с тобой позже. Нэнси. Экзаменация Амоса. Так, 0.3 здесь, это Нэнси. Я была очень рада видеть тебя и Амоса на прошлой неделе. Так. Что такое прокси? Что это за термин? Быстренько загуглил, что это за термин такой. Просто сказано, что Амос указал тебя, как свою прокси. Я, говорит, могу сделать вывод своего психологического осмотра его. Прокси вообще, прокси-брак, как я прочитал, это когда один из партнеров находится сильно вдали, но очень сильно хочет жениться. Типа, если в тюрьме или, например, в армии где-нибудь служит. Поэтому термин этот мне здесь вообще непонятен. Ну ладно, хрен с ним. Короче, он своей парой ее считает. Ладно. У Амоса симптомы посттравматического стресса и стрессового расстройства. Эти симптомы часто показываются как паранойя, особенно паранойя по иностранным захватчикам. Я знаю, что это звучит довольно-таки грустно и печально. То есть ты должна переживать. Нет, переживабельно, скажем так. Но ты не должна переживать. У многих ветеранов был такой опыт. Я знаю Амоса долгое время. Он сильный мужчина. Если что-нибудь случится... Нет. Соответственно, из всего, что можно сделать, я предлагаю тебе дать ему просто побольше свободного пространства, чтобы он сам в себе разобрался. Ну и, как всегда, всегда мне можешь позвонить, если тебе что-нибудь нужно искренне. Доктор Боуэрм. Свет. Столкнулся с проблемой посвящения бункера. Если вдруг снабжение питанием городским отключится на долгое время, и мы будем под землей, мы будем в темноте, должен исследовать атомные и ядерные опции. Я слышал, что эти ядерные батареи могут держать, соответственно, все это на плаву веками. Записка Эмосу. 20-е, 10-е, 77-е. Это у нас за день, что ли, двойные? Угу. Эмос. Я попробовал все, что я могла. Я стучалась в дверь бункера часами. Мы больше не можем ждать, не с этими новостями. Я забираю Макла к моим родителям в Северную Дакоту. Мне очень жаль. Я хочу тебе помочь, но я не знаю как. Я бы очень хотела. Я люблю тебя. Пожалуйста, береги себя. Мы вернемся, когда это будет безопасно. Тогда ты сможешь получить всю помощь, которая тебе потребуется, Нэнси. Понятно, они его оставили. Ну, неудивительно, если он заперся. Пошли посмотрим, что же там за магазинчик. Так. Магазин. 78 метров. Или тут не в метрах, или тут в футах мериться, не поймешь. Хотя, судя по тому, что мы делаем шаг и отбавляется единичка, все-таки это метрическая система. Потому что игра не только в Америке продается, а в футах мерить было бы очень неудобно. О, новое здание. А раньше не было. Я так понимаю, здесь тоже рейдеры, да? Ну, пошли внутрь. О, привет. Большой магазин, кстати. Уф. А еще не все. Ой, блин. Как они из ручасток-то здесь любят. Ну, на тебе, в ответ. Ой, е. Все. О, большой магазин. Реально, не ожидал. Ну, давайте его потихонечку обыскивать. Ничего любопытного. Да, кстати, действительно большой. Нифига себе, у сержантов армии США там оклад был, что такой магазин можно держать. Было. Какой же у него должен быть бункер, если он все деньги отсюда вкладывал туда? Это, наверное, самый здоровенный магазин в содружестве. Вот такой тематике. Подаю еще всякие утилитарные штуки. Ну, или не самый большой, если подумать. Хотя нет, по площадям, наверное, все-таки самый большой. Вспоминается мне просто магазин, где мы краску для Diamond City мешаем. Куда нас еще заманивает, типа, поселенец из рейдеров. Оценится, что я название вспомнить его не могу. Но, в принципе, это не особо важно, я думаю, все, кто играл, там были. Так, никто здесь не срет. Отлично. Магазин хорошо подчищен. Но здесь есть сортир. И что-то висящее в воздухе. Что тут взрывалось-то хоть интересного? Я так и не понял, тут что, машина, что ли, была? Только что-то от нее ни хера не осталось, я смотрю. Очень надеюсь, что всякие квестовые записки не улетели куда-нибудь далеко. Хотя, судя по всему, здесь не квестовые записки и терминал. Так, а глобус-то где? А, блин. А, вон он стоит. Да, говорит, никто, никто не найдет. Особенно учитывая, что глобус стоит прямо на столе. Пленка Эккерта 2. Что он у второй скажет? Так. Нашел провод под тумбочкой. Как долго он здесь был? Три дня, неделя. Так. Подозревать, короче, что его записывают. Здесь небезопасно. Я должен бежать домой. То есть он подозревает, что его кто-то прослушал. Ну и дурачок, однако. Давайте посмотрим, что в терминале написано. Какой он там бред нес. Так, записка по инвентаризации. Нужно больше цемента. Индустриальных болтов. И покрытие со свинцом. Скорее всего, придется ждать распродажи за последним. И этого нет в бюджете. Но если я, соответственно, вытащу это из бизнеса, я думаю, что это сможет нормально сработать. Клиенты. Везерсбе. Приходит один или два раза в неделю. Обычно, чтобы получить припасы к своей машине. Ну, запчасти. Продает страховки. У него жена и двое детей. Выглядит как, скажем так, тяжело работающий, хорошо трудящийся американец. Джейкобс. Такой же, как и я, ветеран. Но на поколение после меня. Покупает дрова. Раз в неделю. Строит свой собственный дом. Получил медаль за храбрость. Жэнг. Занг. Жанг. Короче, китайец какой-то. Переехал со своей семьей сюда год или два назад. Говорит, что они с севера. Довольно часто приходит, но, соответственно, как-то. Но спорадически. Так и скажем. То есть, не по какому-то расписанию. Берет, соответственно, вещи для сантехники, инструменты, различные материалы. Смесь всего подряд. Плохо говорит по-английски. Надо за ним приглядеть. Соколов. Приходит довольно часто. Покупает много химикатов. Не знаю, что он делает. Обычно пахнет водкой. Иногда я слышу, как он болтает на каком-то непонятном языке, который, скорее всего, является русским. Попытаюсь разознать, что он делает. Журнал. Октябрь 17, 2077. Четыре дня двойные. Бизнес идет медленно сегодня. Дает мне время прибраться. Заняться обслуживанием и всякими подобными штуками. Все еще я не могу стряхнуть себе ощущение, что что-то не так. Как будто кто-то в моем магазине наблюдает за мной. Буду работать над убежищем сегодня-позже. Должен успеть его достроить. Ясно. Так, ключ мы получили. Значит, надо обратно дуть в подвал. Что это, блядь, было? Не на ловушку, что ли, наступил? А, что-то я даже слегка испугал. Пошли обратно. Интересно, а есть смысл вообще ему рассказывать, что мы пока обнаружили или нету? Наверное, нету. Пойдем сразу в дом. И попробуем проникнуть в подвал. Так, ключ от подвала. Отлично. То есть это еще не бункер. Бункер у него за домом. Это так просто подвал. Ну, давайте все обыщем сразу, как всегда, по привычке. О, очень сложный сейф. Люблю микрочелленджа. Особенно учитывая, что у меня больше сотни шпилек. Такой прям челлендж. Сарказм. Если кто не понял. Найс. А, то есть здесь записок не было, и я зря попарился. Ладно. Так, биты, бейсбольные мечи. Ну, типичный подвал типичного Америкоса. О, хавчик. Военный берет. Хм. Ну да, он же ветеран. Журнал, пистолеты и пули. Полезно. Так, третья пленка. Пистолет и патроны к нему. Что на третьей пленке? Так. Так. Не сейчас, Нанси. Я не висит. Я сказал, что я занялся. какой. Да он ёбнутый. Заткнись, заткнись, заткнись. Я пытаюсь защитить нас от коммунистов. Это всегда было шапом в моей заднице. Каждый шаг в пути. Как будто ты пытаешься остановить меня. О, нет. Всё это время я искал везде, но не перед собой. Ты, ты шпион. Они промыли тебе мажьи. Пропрограммировали тебя шпионить за мной. Уйди от меня. Уйди от меня. Уйди к херам от меня. Охренеть, какой псих. И она после всего этого даже пишет, что любит его, да она больная какая-то. Я бы нахуй его послал, честно говоря. Кстати, я так понимаю, поскольку это Нэнси, это такая небольшая отсылка к царю Горы и Гриблу. Помните, он же таким же был психом. У него тоже была жена Нэнси. Так, безопасность бункера. На всякий случай я это оставлю здесь. Пароль от бункера Майки. Соответственно, если что-то вдруг сломается на входе или будет уничтожено, я приложил БАД-файл, который сможет открыть бункер в этот лог. Соколов. Так, следил за Соколовом примерно неделю. Он постоянно пьяный и просто шатается вокруг. Иногда он роняет посылки рядом со скамейками или с мусорками. Я повнимательнее отнесся к тем химикатам, которые он всегда покупает. Они используются для того, чтобы создавать какой-то наркотик. Может ли он делать эти закладки наркотиков в Конкорде, чтобы ослабить наши силы на случай вторжения? Химическая война. Вопрос. Ебнутый. Долг. Наша работа, как американцев, стоит в том, чтобы выслеживать предателей в любом месте и посылать их на их предательскую работу. Маккарти. Бред какой. Ладно. Пошли зайдем в бункер и узнаем, видимо, уже, что же случилось с этим господином. Такое хождение вокруг дома, вроде казалось бы, ну, как ни странно, увлекательно. Привет. Убежище Экерта. Давайте хоть посмотрим, что он там настроил-то, как владелец магазина стройматериалов различных. О, ух, тут немаленькое место. Че тут у него? Душевая. Сортир. Притом чистенький. Он тут подготовился, так подготовился. Это тебе не убежище. Так. Он себя, выслушать, походу, уколол, да? Рассказать Майклу. О судьбе его отца. Ну, подождите, расскажем. Сейчас я сначала обнесу все, что здесь есть. Обнесу. Потом прочитаем все заметки. Надо же знать, чем кончилось, правильно? Нормально. Он припасами запасся, но использовать их, я так посмотрю, не сумел. Хотя ненадолго бы этого хватило на семью из трех человек, если уж быть честным. Че там воды-то-то всего немножко. Даже ни дерево, наверное, не протянули. Ну, хотя, может, ящик, конечно, что-то еще есть. Просто мы этого не видим. Так. Зато оружие, вон, запас все. Ого-го-как. Как настоящий пранолик. За что ему, безусловно, спасибки. И даже какие-то модификации. Так. Пленка номер четыре. Давайте послушаем, что он здесь скажет. Я чувствую, как земля трясется даже здесь. Сканер радиации подтверждает это. Это случилось. Все. 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 Все исчезло. Нэнси. Майкл. Я не смог их спасти. И то, как я все оставил. Мои последние слова к ней. О, боже. О, боже. Понятно. Он от чувства вины, походу, убился. Что он их на улице оставил. Да, жалко его как-то. Тиминал бункера. Они знают, я здесь. Они знают, я здесь. Я слышу, как они стучат в дверь. Я не могу спать. Я не могу есть. Стук, 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 стук. Они знают, что я здесь. Они собираются добраться до меня. Это, видимо, когда жена к нему стучалась, да? Журнал первый. Я не могу вспомнить, когда стук прекратился. Но я, наконец, смог заснуть. Я не знаю, как долго я был здесь. Я даже не могу вспомнить, зачем я здесь. Неужто все это было в моей голове? Нет, нет. Я уверен, что не так. Шпион. Я поймал его. Журнал 2. Я думаю, у меня могут быть проблемы. Вещи стали более ясными сейчас. Шпион, атаки. Я думаю, я выдумал их. Блин. Я реально в жопе. Я начинаю вспоминать некоторые вещи сейчас. Я был засранцем. Боже. Как я теперь помирюсь с Нэнси. Как только я, скажем так, покажу... Покажусь на пороге, или там, да, покажусь перед ней, она прожует мои, видимо, яйца. Печальный мужик. Ну, ему же психиатр сказал, что ему нужно было пространство, чтобы прийти в себя. Вот пространство он получил, скажем так, с началом войны. На этом он весь и кончился. Выздоровел и помер, поняв, что натворил. Ужасная судьба. Так, мы снова на улицу. Ну что ж, Майкл. Что ты там нашел? Можно соврать ему, что они с мамой, соответственно, ехали к бабушке с дедушкой. С визитом просто, типа, в гости. Твой отец был психом. Твой отец был болен. Твой отец умер в убежище. Твой отец был болен. Говорит, у него случился приступ, когда бабы упали. Ну, правду сказать всегда лучше, правильно. Когда его разум очистился, вы уже ушли. А он подумал, что мир кончился. Он не смог с этим справиться. Мне жаль. Ну. Какая длинная фраза. О, боже, это ужасно. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь мог помочь ему. Ну, спасибо, Гутко Кожий. Нет, ничего из-за твоей не смогу узнать без тебя. На тебе немножко крышек за твоей неприятности. Единственное, что ты получаешь, живя 20 лет, это большую кучу крышек. Увидимся. Вот как Кожий. А чё, чё, чё не скажут? Ксхезми. Хорошо, что ты видишь, Гутко Кожий. Ну, что я могу сказать. Модификация совершенно не длинная, она абсолютно коротенькая. Да, да, иди в Гуднейбор, там тебя ждут. Я скажу, что она, в принципе, вполне на уровне квестов из Tales from the Commonwealth или Of the Commonwealth. Я ж не помню, как они назывались, правильная квалификация. Тоже такой, есть какой-то свой особенный нарратив, есть свой стиль. Хороший voice-axing непосредственно Гули и его типа отца. Мне, в принципе, очень история эта понравилась. Ну, как понравилась? Она мне показалась вполне себе лорной, вписывающейся в вселенную игры. И довольно-таки грустной, на самом деле. То есть, ну, действительно человек, ветеран, просто слегка сошёл с ума. И так вот всё сложилось, что он наговорил гадости своей жене, она ушла с ребёнком. А в итоге оказалось, что это был последний раз, когда они, в принципе, вообще видятся. И он не смог этого пережить, когда разум его очистился, он просто убил себя, соответственно, морфином. Ну, или медиксом. Это же морфин, по сути, есть, правильно. Грустная история без какого-либо морального подтекста. Хотя нет, моральный подтекст есть. Берегите себя и своих близких. И постарайтесь друг друга не грубить. А теперь я хочу сказать вам спасибо, мои дорогие зрители, за просмотр данного видео. Если оно вам понравилось, ставьте, пожалуйста, подним лайк. И подписывайтесь на мой канал. Ну и, разумеется, в скором времени ожидайте новых роликов по тематике вселенной Fallout'а. Всем вам ещё раз спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok